ну вот опять у меня телефон вырубился поэтому приходится начинать третью часть вынуждена но я думаю так даже будет лучше потому что людям легче смотреть или слушать короткие видео значит я кстати остановился на самом интересном на криптовалюте здесь мнение ученых разделились некоторые запрещают криптовалюта некоторые говорят что это можно и более того например это малазийский шариатский совет при центральном банке малайзии выпустил фетву разрешающую инвестировать недавно вышла фетва тоже значит североамериканская фетва вышла значит о том что можно но еще целый ряд фетв вышел о том что значит криптовалют можно инвестировать я скажу свою позицию она у меня такая очень простая я в нее не инвестирую мне а я ее не понимаю поэтому я для себя считаю абсолютно странный чужой и запретный почему я объясню почему значит смотрите криптовалюта он появился на там в 2008 году после как раз финансовый кризис как челлендж начать как вызов который был сделан на современной финансовой системе вот и начать как говорят там ее создал некий японский товарищ которого непонятно где он и что он и так далее но смотрите сам у нас любой валюты все понятно например договор с государством у нас Да и понятно правил игры абсолютно понятны value валюта выступает любая валюта это выступает как средством сохранения начать ценности обычного например да и средством обмена на выступает обычно кроме там там стран здесь просто бешеной глапировать я инфляции в принципе с криптовалютой например и еще и товаров например и валюты например а можно считать и так и так но если эта валюта например то я задаю себе чисто логический вопрос, считаю ли я ее для себя средством сбережения ценности? Нет, никто ее не хранит, например, для того, чтобы сохранять ее, для того, чтобы, соответственно, как метод инвестиций или сбережений, скажем так. Спекулянты, да, ее держат, спекулянты держат ее. Например, с точки зрения средства обмена, например, нет, конечно, потому что, ну, помним, что в самом начале она стоила 0,1, скажем, доллар, или там 1 цент за доллар, значит, одна криптовалюта стоила биткоин, 1 биткоин стоил там 1 цент. Сейчас он там 14 или 15 тысяч долларов стоит, например, да, то есть где мы, на основании чего это происходит все, да, что стоит за ней, например. За любыми товарами стоит какая-то внутренняя польза, за биткоином никакой внутренней пользы не стоит, например, да. Я не могу надеяться на биткоин и использовать его как средство обмена, он нигде практически не используется, нигде не используется. Я не беру, никто не покупает биткоин, чтобы пользоваться им там в кафе, например, да, покупать там билеты какие-то, покупать машины или авто. Нет, все пользуются им, ожидая там бешеного роста, особенно сейчас там в преддверии кризиса, краха, все просто ожидают. Поэтому они используют то, что не имеет в себе никакой внутренней пользы, да, внутренней, и желают навариться на этом, просто, просто навар, да, спекулятивный навар. Поэтому я в этом для себя ничего не вижу хорошего, плюс, как он создается, этот биткоин, да, непонятно, и он, его просто можно майнить, например, да, то есть ты из ничего создаешь деньги, потом на них покупаешь блага какие-то, да, естественно, общественные блага, например, да, фактически, ворую фактически эти блага у общества. Поэтому для меня несколько моментов, да, во-первых, я понятия не имею, кто за ним стоит, когда это все дело закроет, всю эту лавочку закроет, когда это первое. Второе, я не знаю, как формируется цена и ценность, значит, биткоина, да, или любых там, по-моему, сотни разных валют появилось, вот. За ней, за этой валютой ничего, или криптовалютой ничего не стоит, поэтому создавать, делать деньги на том, что не несет в себе никакой экономической пользы, это как минимум аморально. Вот. Третье, оно не является ни мерой стоимости, ни средством обмена, поэтому для меня этот вопрос закрыт, но я еще раз говорю, я никому не навязываю собственное мнение, есть ученые, которые разрешают, есть, которые не разрешают. Значит, теперь day trading. Day trading, это, смотрите, это что такое, это вы покупаете, продаете акции, скажем, да, или даже валюту, акции, например, в течение одного дня, да, интродэй, например, да. Для меня, опять-таки, опять-таки, ученые есть, которые разрешают это, значит, есть, которые, там, в сомнениях, например, для меня это вещь запретная, почему, опять-таки, я стараюсь понять, почему. Потому что, если я должен купить и продать в течение одного дня, я вынужден, если я инвестор, например, да, если цена упала, я не буду продавать ее, да, я буду ждать, пока цена обратно повысится, например, логично, да. Но здесь я просто обязан продать. Значит, для меня это напоминает мне ставки, вот, да, то, что называется ставки, вот эти, которые мы делаем в ставке, например, да. Что бы ни было, мы гадаем, например, мы гадаем, будь что будет, вот все взял, там, вы, там, выигрыш, я выигрыш или в проигрыше, например. Тут то же самое, да. Плюс, на самом деле, ты такие спекуляции, которые не несут тебе никакой экономический пульс. То есть, реально в экономике из-за ваших, там, спекуляций ничего не создается. спекуляция возникает только за счет того что у нас есть огромное количество ничем не подкрепленной ликвидности поэтому для меня да и трейдинг это закрытая тема тоже теперь касается шортинга шортинг он запрещенный почему потому что как и с дэй трейдингом здесь вовлекаются и проценты и гарар значит в шортинге то же самое и леверч увлекается процент но кроме этого вы берете в долг акции потом продаете то чем вы не владеете называется ария с точки зрения сломского права запрещено продавать то что тебе дали в долг поэтому шортинг также запрещен опционы бинарные опционы они также запрещены потому что это продажа потенциальности на вы получаете деньги сейчас за то что вы не передали никакой контр ценность вот вы получили сегодня премию по опциону никакой контр ценность вы не передали поэтому здесь не создается никакого блага опционы запрещены форварды фьючерсы тоже запрещены потому что запрещено продавать то чем ты не владеешь я ускоряюсь свопы то же самое запрещены есть аналогии исламских суп он они разрешены но обычные свопа не запрещены контракты на разницу если вы видите себе кончик for difference они запрещены я уже говорил почему что они запрещены значит торговля биржевыми комодитизна то есть биржевые товары они разрешены скажем вы хотите купить там пальмовое масло например там и не знаю там какие-то там товары кроме того что вы не должны торговать золотом и серебром потому что там может быть отсрочка платежа это запрещено 3 баллы называется товары но обычные товары торговать можно обычными товарами торговать можно на бирже покупать и продавать при одном условии если вы физически покупаете продаете товары то есть вы физически продают то есть поставочные например фьючерсы они беспоставочные опять вы играете на разнице это спекуляция чистой воды поэтому здесь это можно биржевые инвестиционные облигации они не соответствуют это такие же значит структурные ноты они не соответствуют на что это процентные инструменты предметы коллекционирования потенциально соответствует но для меня это я считаю что если мы покупаем то в чем нет никакой пользы это для меня лично это не несет никакого блага для общества потому что я закапываю деньги в тех вещах которые не приносят никакого экономического блага вот вам пожалуйста 31 инструмент я их разбил на разрешенные потенциально разрешенные и запрещенные вам самим решать еще раз искал я никому ничего не навязываю этому лично начни то чтобы личное мнение естественно но я здесь также свои выводы вам начать старался выразить я таблицу всю выложу себя на канале поэтому мне показал что раскрыл практически все инструменты и показал почему они разрешены или запрещены поэтому всем спасибо если вам понравилось видео если вы у вас есть друзья знакомые которые значит соответственно инвестируют в какие-то там проекты или в инструменты делитесь обязательно с ними чтобы им было тоже понятно естественно для тех для кого это имеет значение спасибо большое